Покупаете товары из Китая, в том числе с Алиэкспресс? Загляните на Залипанду. На канале много крутых обзоров и распаковок китайских товаров, в которых вы найдёте что-то полезное и для себя. Также там регулярно проходят конкурсы с годными призами. Переходите по ссылке в описании, смотрите интересные видео и подписывайтесь на Залипанду. Всем привет! Продолжаю затариваться на Алиэкспресс и знакомить вас с различными интересными и не очень товарами из Китая. Ссылки на всё, как всегда, в описании под видео. Конкурс в конце ролика. Поехали! А начать сегодня хотел бы с наручных часов от бренда Borei. Продолжают ко мне приходить часы, которые я заказал на подарки друзьям и знакомым. И да, я в курсе, что есть такая примета типа нельзя дарить часы. Но я человек не суеверный и в принципе клал на такие вещи. Лично я был бы рад, если бы мне на день рождения подарили хорошие наручные часы. И ничего в этом страшного я не вижу. В прошлом видосе у меня были мужские, сегодня же женский вариант с немного странноватым дизайном, ну как по мне. Для тех, кто не видел прошлый выпуск, расскажу про комплект. Помимо самих часов, в коробочке также находится инструкция на английском языке и карточка, которая является международной гарантией. Как я уже и сказал, дизайн у данных часов немного спорный. Я бы сказал, этакий гибрид между мужской и женской версией. Если их сделать немного крупнее и выдрать из циферблата все блестящие стекляшки, то получится вполне себе стильные мужские часы. Хотя в отзывах дамы пишут, что дизайн им нравится, а значит есть любители и такого варианта. Ну да ладно, сами часы, как и все остальные от бренда Бурэй, выполнены качественно. Корпус это не ржавейка, циферблат закрыт минеральным стеклом. Диаметр корпуса равен 32 миллиметрам. На часовой и минутной стрелках есть специальное нанесение, которое поглощает свет и потом в полной темноте немного светится, позволяя определить время. Но, как показала практика, светятся стрелки не сильно долго. Все дополнительные циферблаты это не муляж, они полностью рабочие и управляются при помощи боковых кнопок. Также имеется встроенный календарь с отображением даты. Как и в мужском варианте, переводная головка имеет три позиции. Нулевая это просто режим работы часов. Если вытащить до одного клика, то активируется настройка даты календаря. А если вытянуть головку полностью, то тогда включается настройка времени. Ремешок по заявлению производителя это телячья кожа, но как это проверить, я не знаю. Если кто в курсе, пишите в комментах, будем тестировать. Ссылки на часы, а также инстаграм аккаунт компании и группу в ВК я оставил под видео, переходите. Следующий товар, который я хотел бы вам показать, это бюджетник Aukitel C8. У меня уже была эта модель на распаковке, но этот вариант я просто обязан вам показать. Вся фишка в том, что этот смартфон фиолетового цвета. Я честно еще ни разу не держал в руках фиолетовый смарт. У нас же как обычно, черный, серебристый, белый, золотистый. Ну иногда попадаются красный, а тут вот такая вот красота. Притом смотрится живьем он красивее, чем на видео. Поэтому если вы не особо притязательны к техническим характеристикам, но хотите смарт не как у всех, то вот вам отличный вариант. Кстати про характеристики. Дисплей тут 5,5 дюймов с новомодным соотношением сторон 18 на 9. По начинке 2 гига оперативки и 16 гигов постоянной памяти. Аккумулятор на 3000 мАч. Чипсет MTK6580 и соответственно поддержки 4G в данном смартфоне не предусмотрено, но зато есть сканер отпечатка пальца и не самая убогая камера на 8 мегапикселей. Android установлен версии 7.0 с поддержкой русского языка. Русификация процентов на 95 не переведены только узкоспециализированные вещи, которыми вы скорее всего и пользоваться то не будете. Экран яркий, тач отрабатывает четко и каких-то затупов не наблюдается. В комплекте помимо стандартной зарядки и кабеля для подключения также приходят силиконовый чехол и сразу с завода поклеена защитная пленка на дисплей. Так что пользоваться телефоном можно сразу из коробки. В итоге мы имеем неплохой бюджетник с возможностью выбора одного из шести цветов за достаточно приятную цену. Следующая посылка и тут очень популярный товар на Али. Это супер пупер клей, который якобы твердеет под воздействием ультрафиолета. Но вот как оказалось вся эта химия вытекла во время доставки из тюбика. Надеюсь, что там осталось хотя бы пару капель и я смогу проверить работает ли он вообще. Для пробы я решил склеить между собой пару крестиков, которые используются при укладке кафеля. Ручка полностью была залита клеем, поэтому ее пришлось протирать. И еще хочу сказать, что клей воняет просто жутко, прям вот до рези в глазах. Как показало вскрытие, клей вытек практически полностью, но пару капель все-таки осталось и я их обильно нанес на крестики. И вот тут меня ждало еще одно разочарование. В ультрафиолетовом фонарике, который должен вызывать затвердевание клея, были абсолютно севшие батарейки. И он тупо не работает. Грусть-печаль. В фонаре используются батарейки формата CR1620 и подобных таблеток у меня дома нет. Как и нет еще одного ультрафиолетового фонаря. Поэтому, к сожалению, я так и не смог проверить, работает эта хрень или нет. Если вы покупали подобное, отпишитесь в комментах, как данный клей в действии. Реально ли он клеит? Реально ли он твердеет за 5 секунд? Или это очередная залепа от китайцев? Следующий пакетик. И тут контроллер ходовых огней для автомобиля. Давненько наша доблестная ГИБДД придумала эту тему, что у машины обязательно должны быть ходовые огни. Ну или включенные при движении габариты фары. И вот как вариант можно использовать подобный контроллер. Как известно, напряжение аккумулятора при выключенном двигателе составляет максимум 12,8 вольт. А когда машину заводят, то напряжение в сети поднимается приблизительно до 14. По принципу разности напряжений эта штуковина и работает. Если в сети авто меньше 13 вольт, то лампы, подключенные через этот контроллер, не горят. А если напряжение повышается и перешагивает порог, то лампы загораются и работают, пока напряжение опять не упадет ниже 13 вольт. То есть, пока вы не заглушите машину. В дополнение, контроллер оборудован таймером задержки выключения и после того, как вы глушите машину, ходовые огни тухнут не сразу, а спустя несколько секунд. Имеется еще желтый провод, который необходимо подключить на плюс габаритов автомобиля. Тогда ходовые огни при включении фар будут светить на 50% яркости. Рассчитаны они на нагрузку до 18 ватт, поэтому использовать такой контроллер можно только со светодиодами, ну или подключать через реле. А так штука реально рабочая и можно смело устанавливать себе на авто. Следующий фирменный пакетик и тут микро юсб кабель от бренда Кафеле. Если честно, я не могу понять зачем я его купил. Я вспоминал, вспоминал, но так и не вспомнил, потому что по факту это обыкновенный микро юсб кабель, которых полным-полно на алиэкспресс. Внешне выполнен неплохо, смотрится нормально. Покрытие провода резиновое и чем-то напоминает софт-тач покрытие. Однако при замере пропускной способности все крайне уныло. По факту кабель выдает примерно 0,7 ампер при 5 вольтах, а далее начинается просадка. Так что красиво, но не более. И все-таки мне не дает покоя мысль, зачем же я его купил? Что меня в нем так зацепило, что я решил его приобрести. Следующая посылка. Тут даже продавец заморочился и положил какое-то письмо на папирусе. Так, бла-бла-бла. Короче, обещает мне тут блага всякие, если я куплю у него еще хоть что-нибудь. Ну, в общем, мало интересного. А в самой посылке мне пришло что-то типа устройства для ухода за оптикой на фото и видео аппаратуре. Вот такая вот ручка, рассчитанная больше чем на 500 использований. Имеет две рабочие стороны. С одной находится выдвижная кисточка, чтобы смахивать крупные пылинки, а с другой мягкий резиновый наконечник со специально наклеенным материалом, который убирает с оптики следы от пальцев, разводы, ну и прочую хрень. Работает это примерно так. Берете свой фотоаппарат, ну или видеокамеру, кисточкой смахиваете различные пылинки, песчинки, а потом при помощи второй стороны удаляете следы от пальцев или разводы. В принципе, должен сказать, что ручка со своей задачей справляется и как временный походный вариант вполне подходит. Ну, а для полной чистки в домашних условиях, конечно же, нужен более профессиональный набор. Следующий пакет и тут очередной товар из активно рекламируемых. Это наволочка на небольшую подушку. Вся ее фишка вот в такой вот поверхности, на которую нашита куча маленьких блестяшек и проводя по ней, например, рукой можно создавать различные узоры. Прикольное решение, но, как обычно, у китайцев не бывает без косяков. Во-первых, не все блестяшки перевернуты так, как надо. Их, конечно, можно развернуть, но это нужно каждую ручками или пинцетом сидеть и переворачивать. Муторно немного. Ну и изнанка здесь это просто редкостный трэш. Нитки, кривые швы, короче, полный китайский ширпотреб. Но штука залипательная, конечно, можно очень долго сидеть и вот так вот водить рукой, создавая различные узоры и картинки. Так что покупать или нет, думайте сами, решайте сами. Еще одна посылка и тут пресс-форма для котлеток. С помощью этого чудесного устройства и мускульной силы можно делать котлетки для гамбургеров идеально круглой формы. Ну или печеньки, например. Качество исполнения, конечно, так себе. По корпусу какие-то вмятины, потертости. И как показал тест-драйв в нашей тайной лаборатории под названием «Кухня» есть проблема с выемкой готовой котлеты из пресс-формы. Сидит она там плотно и выскакивать категорически отказывается. Как бы мы не старались. Следующий пакетик. И тут специальный штамп для людей, которые сильно переживают за сохранность своих персональных данных или какой-либо личной информации. Многие боятся выбрасывать какие-то документы в мусор, думая, что это может повлечь за собой какие-то нехорошие последствия. Или видели, как многие распаковщики на посылках зарисовывают адрес и фамилию, чтобы никто не узнал, где они живут и не пришел лично поблагодарить за ту работу, что они делают. Я тоже как-то было попытался такое делать, но это крайне мутно и долго оказалось, поэтому я эту затею бросил. Так вот, вот такой вот штамп позволит прятать все, что напечатано на бумаге буквально за считанные секунды. Просто снимаете колпачок и проводите им по тексту, который необходимо сделать нечитаемым. И вуаля, текст не разобрать. Таким образом, за очень короткое время можно спрятать любую личную информацию на бумаге. Так что всем распаковщикам, которые меня смотрят, как говорится, рекомендую. Хватать должно по заявлению продавца на 30 метров текста. Так что ни одну посылку можно будет перемазать. Только аккуратнее, можно еще и пальцы перемазать. Давайте дальше. Тут еще один кабель. На этот раз для айфончика, который я по-прежнему еще не купил. Может мне, как многие блогеры делают, провести стрим и попросить подписчиков скинуться мне на айфон. Ну хотя бы на бэушный. Или нехер попрошайничать и нужно валить на завод зарабатывать? Как думаете? Кабель, кстати, выглядит хорошо. Оплетка нейлоновая, корпус наконечников металлический. Протестировать опять же нечем, поэтому придется поверить продавцу на слово. Следующий пакет. И тут LED-лента с диммером для регулировки яркости и возможностью работать от розетки в 220. Сама лента запечатана в очень толстый силиконовый корпус с такой защитой. Ее вполне можно использовать на улице. Например, для украшения дома или какой-то декоративной подсветки зданий, дорожек и так далее. Но вот что мне не понравилось, это то, как китаец сделал соединение между диммером и самой лентой. Он тупо посадил все на термоклей без какой-либо дополнительной изоляции. И естественно, все это непотребство вывалилось. Пришлось выколупывать весь клей и переделывать соединение по-нормальному. Но на работоспособность ленты это никак не влияет. Так что если кому-то нужна лента, которая будет спокойно работать в жестких уличных условиях, то можно смело покупать. Только учтите, что придется соединение все-таки доводить до ума. Еще маленький пакетик, тут две пилочки для ногтей. Заказала супруга на пробу. Они цельнометаллические, выглядят неплохо и имеют очень интересную текстуру в области, которая должна стачивать ногти. И вот вся эта красота, по словам супруги, оказалась абсолютно нефункциональной. Если дословно, мне сказали, что они ни черта не пилят, от слова совсем. Так что не покупайте эти пилки, толку от них нет никакого. Следующая копеечная вещица это вот такая вот насадка на аэрозольный баллон. Сделана полностью из пластика и качеством особо не блещет. Народ эти насадки используют для баллончиков с краской, так гораздо удобнее ее наносить на поверхность, да и руки меньше при этом пачкаются. Испытания показали, что насадка реально рабочая и более того очень удобная. Ей действительно приятно работать, а если красить большие поверхности, то она способна сэкономить вам силы, а значит и время. Поэтому гаражная ассоциация маляров-любителей однозначно рекомендует к приобретению это нужное устройство. Ну и покупая в интернете, не забывайте пользоваться кэшбэк сервисом и возвращать часть своих денег с каждой покупки. Я пользуюсь EPN, так как в нем самый высокий процент возврата денег. В описании под видео есть ссылка на сам сервис и короткое видео как им пользоваться. А для участия в конкурсе на 5 баксов необходимо быть подписанным на мой канал, поставить лайк под этим видео и написать какой-либо комментарий. Итоги через неделю на моем втором канале и в группе в ВК. Всем пока и приятных вам покупок. Субтитры сделал DimaTorzok